Туга думай, точно. Правильно она всё говорила. Когда проверять будете, всё узнаете. Ботанов 2 Да уж, интересно, где же они все? Может, я что-то перепутал? Вот, как будто. Короче, ну клёво же я придумал. И средний балл подтянем по классу. Вполне себе. Короче, договорились. Отлично. Ну и где вы все ходите? Уже 15 минут урока прошло. Баранов, я не поняла. Вообще-то учитель здесь я. Поэтому я должна спрашивать. А меня всё устраивает. Да вообще огонь. Мы в столовке, короче, похавали. Сегодня такие вкусные булочки в столовку привезли. Потом ещё немного пофристайлили с мячиком в ходе школы. Ты знаешь, Александр умеет клёво набивать. Ты же больше, чем этот лошарик. Ну да, больше, чем ты. Вот вам лишь бы играть. А мне надо оценки зарабатывать. Александр, что мы делаем дальше? Ну, у меня в планах контрольная работа по математике. Тупарев вроде был не против. Ура! Супер! Как раз я готовился. Да ну, Тупарев, ты чё серьёзно? А что, точно? Так, может, я чуть по-другому там умел в виду? Тупарев, не тупи. Всё ж нормально. Так давайте задание. Скорее, скорее сюда. И мне. Так, во избежание списывания вы будете по очереди писать за моим столом. По одиночке. Я буду за вами следить. Вы напишите за 45 минут, а я за 5 минут перемены всё проверю. Так, задание. Заучкин, ты первый. Вот черновики. Ха, легкотня. Чё-то я очкаю. Для него понятно-то, что легкотня. Слушай, братан, я тоже это? Не понимаю, чё за схема вообще? Какая контрольная? Ему-то понятно, что ему легкотня. Ага. Ладно, подожди, подождём. Ну что, Заучкин, готов? Раз легкотня, то приступай. А вы готовьтесь и не отвлекайте его. Ты видела, она подмекнула. Там, наверное, чё-то на мази, короче, будет. Так что не ссы, братан, прорвёмся. Не зря мы её в столовую густили. Ага. И на этого ботаново-очкастого наговаривали. Чувствую, чё-то будет интересное. Александр, а второй столбик тоже рисует? Там чё? Два столбика? Ничего себе! Нет, ну вы меня убиваете. В пятом классе два столбика. Как же это сложно! Ботанов, молчать! Заучкин, ты же сказал легкотня. Давай второй столбик решай. Хорошо, решаю. Всё, дальше черновик не понадобился. Всё, можете проверять. Хорошо, судись, Туполев, твоя очередь. Я? Я? Ботан, держи за меня пальцы. Пошёл. Давай, удачи. Не сложно, не волнуйся. Так, работа. Черновики. Ручка. Ё-моё. Да ну! Два столбика! В каждом четыре примера! Восемь примеров! Капец! Может, тут спешу? О, точняк! Супер! Так, Туполеву не подсказываем. Я слежу и за вами, и за Туполевым. Пиши, пиши. Александра, а мне кажется, он списывает. Ботанов, сиди, не душни. Так, Туполев, ну что, ты закончил? Александра, мне ещё чуть-чуть времени. Я первый столбик уже списал. Решил! Давай, давай, у тебя три минуты осталось. О, о, о. Какой последний я точно знаю? Знаю, я все примеры эти знаю. Я решил. Вот. Александра, я закончил. Подписывать надо. Ну, подпиши. Мне же надо вам как-то оценки выставить. Ну, подписывай, подписывай. Я потом всё перепроверю. Ха, ну всё, куда? Сюда! Ха-ха, следующий! Клёв! Так, Затупин, давай, ты следующий, и всё, завершим Ботановым. Надеюсь, повезёт. Ха! Не бойся. Там, если что, на журнале правильный ответ есть, который Заучкин писал. Хороший. Ой, Александр, я так волнуюсь. Не волнуйся, задание, ручка, черновики. Десять минут пошли. Там, говорит, не обманул. Всё, Александр, готово! Так быстро? Это очень подозрительно. Так быстро? Ну, вы шустрые. Не понимаю, почему Маруси говорила, что вы тугодумы? Ботанов, давай иди пиши. Ха, тугодумы. Ха-ха, точно. Правильно она всё говорила. Когда проверять будете, всё узнаете. Хе-хе! Там помалкивай! Ага. Дуготум, тугодум! Вот твоё задание. Могли бы не прятать. Я никогда не списываю чужие ошибки. Меньше разговоров, ботанов. Время ограничено. Не знаю, почему вам показалось это легкотнёй. Ничего не понимаю. Смотри на ботана. Кажется, у него проблемы. Я заметил. Что-то вообще там пыхтит, раскаляется. Сейчас дым пойдёт. Александра, мне кажется, уже скоро время выйдет. Ботанов, ну ты там справляешься или как? У тебя осталось пять минут. Александра, да. Скоро сдам. Всё, всё хорошо. Ничего себе легкотня. Я вообще ни одного не решил. Всё, ботанов, время вышло. Мне ещё до конца урока надо успеть это проверить. Давай, на своё место. Эй, ботанов, а чё ты такой грустный? Там же вообще фигня из фигни легкотня была. Конечно, грустно. Потому что вы всё списали у Заучкина. И ты бы мог списать. Мне же для друзей не жалко. Я никогда не списываю. Александра, вы проверили наши контрольные. Я хочу услышать отметки. Да что тут проверять? Затупим. Пять. Ого, вот это да. Первая пятёрка по математике. Неожиданно. Братан, я тебя поздравляю. Тупорев, пять. Что-что? Мне тоже пять. Огонь. Всё, мне батя Пиес пять купит. За пятёрку. Заучкин, пять. Умницы. Я же говорила легкотня. Батанов, два. Два? Александра, как два? Такого будет не может. Чему ты удивляешься? Здесь ни одного решения нету. Хорошо, тогда покажите мне остальные работы. Слышь, ты. Не завидуй, очкастый. Понял? Я вас не боюсь. Александра, я требую. А иначе я пойду к директору и напишу жалобу. На, посмотри, какой ты двоечник. Убедись. Все остальные работы тоже сюда. Немного ли ты на себя берёшь? Тебе надо? Иди, бери. Это же возмутительно! Чё тебе там возмутительно? Молчи давай. Сейчас я вам всё обыскную. Александра, слушайте меня внимательно. Слушаю внимательно тебя, Баранов. Внимательней некуда. У Заучкина уже две помарки. А это считается за одну ошибку. Значит, уже не пять, а четыре. Душнила. Тебе что, отцарку жалко? Не жалко, но должна быть справедливость. А теперь работа Тупорева. Он всё списал у Заучкина. Такие же помарки и такие же ответы. Хотя тут всё одинаковое везде. И чё? Чё, чё? Мария Ивановна бы тебе за такую работу двойку поставила. Вот Мария Ивановна пусть ставит. А я оценила так, как я оцениваю. И вообще, у меня такое ощущение, что вы дали им одинаковые варианты, чтобы они списали у друг друга. А мне другой, чтобы поставить мне двойку и подставить меня. Поэтому я пошёл к директору писать жалобу. Иди, иди. Я здесь временно. Да и мне и так уже надоело. Ага. А мы-то тут не временно. Баран... Ботанов, не надо, пожалуйста. Боташечка, ну не ходи к директору, а? Я тебе, я тебе, я тебе снихерс куплю. А я тебе денег дам.